Существует компания Веда Пульс. И мы начинаем очередной вебинар из цикла, посвященным каналам. И сегодня разберем канал сердца. И как всегда, проверка связи. Поставьте по пятибалльной системе качество звука. Жду ваших ответов в чат. Замечательно. Все меня слышат. И слышимость отличная. Начинаем наш вебинар. Мы сегодня работаем по уже стандартной схеме. И разбираем основные характеристики, проекционные зоны и функциональное применение канала сердца. Точки силы и методику прохождения канала сердца. Канал сердца. Он по большому кругу циркуляции энергии. Пятый. По-китайски называется шоу шаоин синь дзин. То есть ручная шаоинь сердца. Иероглиф дзин обозначает то, что это относится к канально-меридианальной системе. Подробно ход канала, главного его меридиана и сухожильно-мышечного и внутренние хода мы рассмотрим чуть-чуть попозже. Система шаоинь относится к самому глубокому уровню энергетической системы меридианов. И канал сердца в этой оси связан по правилу шесть гармоний с каналом почек. И эти два канала почки и сердца являются основой жизнедеятельности организма. Если внешние патогенные факторы пройдут предыдущие пять энергетических уровней и сумеют поразить сердце и почки, то в этом случае возникают очень тяжелые заболевания, которые приводят человека в реанимацию и надо срочно восстанавливать его общее состояние. То есть шаоинь этот уровень самый защищенный и весь организм направляет все свои силы, чтобы защитить этот уровень и не допустить к нему внешние патогенные воздействия. Канал сердца относится к органам И. Это плотные органы в китайской терминологии. Можете еще встретить такой термин органы Джан. Этот термин И переводится на русский язык как плотные либо паренхематозные органы. Сердце относится к элементу огня. По правилу инь-ян сердце связано с меридианом тонкой кишки. По аюрведической концепции меридиан сердца относится к доше пита. И также вместе с каналом тонкой кишки оба эти канала входят в питу Дошу. Сердце имеет максимальную активность с 11 до 13 часов. То есть середина активности канала сердца приходится на полдень, на максимально янское время. И сейчас мы разберем основные характеристики данной энергетической системы. Как в европейской, так и в восточной медицине сердце отводят центральную роль. В Китае сердце называют правителем организма. И это правление зависит не только от того, что сердце является насосом, качающим кровь. Но по китайским воззрениям именно в сердце содержится дух шинь, влияющий на эмоции, высшую нервную деятельность. И именно этот дух шинь, то есть наша высшая нервная деятельность, управляет всеми функциями тела, энергии и ума. То есть сердце действует на физическом, энергетическом и психоэмоциональном уровне одновременно. И точки данной системы через регуляции функции вот этого духа шинь вы можете успешно использовать при многих-многих заболеваниях, особенно если они имеют психосоматическую природу. И в скором времени вы увидите на своих приборах обновление вкладочки меридианы, где будет определенная информация справочного характера. Сейчас эта работа заканчивается и в скором времени во вкладке меридианы появится вот эта информация, что я вам рассказываю о нормальной функции каналов и меридианах. И также появится информация об избытке или недостатке в конкретном меридиане. И все, кто имеет данную вкладочку, могут увидеть и сравнить свои симптомы и симптомы своих пациентов с данными Ведопульса. Также канал сердца в первую очередь влияет на кровь. В китайской медицине под кровью понимается не только, так скажем, жидкость, которая течет в наших сосудах, но и основа материальной жизни человека. То есть кровь рассматривается в более широком варианте. Кровь это все питающие вещества, это и газообмен, это все то, что так или иначе контактирует с кровью. Кровь в традиционной китайской медицине это одно из проявлений, самое яркое проявление системы инь в нашем организме. И кровь она питает тело и поддерживает его состояние здоровья и хорошем функционировании. Из систем в первую очередь канал сердца влияет на сердечно-сосудистую систему, нервную систему и психоэмоциональное состояние. Наиболее часто канал сердца пребывает в недостаточном состоянии. Хоть это недостаточное состояние и очень часто сопровождается выбросом эмоций, но это происходит из-за того, что сама система, не обладая достаточным уровнем энергии, не может поддерживать в едином спокойном состоянии вот этот дух Шень, о котором я говорил чуть выше. И, соответственно, Шень, он не центрируется. Сердце – это центр нашего тела, находится на центральной линии. И когда Шень не удерживается в сердце, он начинает сдвигаться вправо или влево. И эта подвижка духа Шень очень сильно влияет на психоэмоциональное состояние. И наши эмоции, либо эмоции наших пациентов выходят из-под контроля. Канал сердца открывается в язык. Здесь имеется в виду состояние, когда у человека произошел инсульт, и у него имеется отклонение языка в ту или иную сторону. Сама возможность пользоваться языком и речь человека больше зависит от канала легких. Но китайцы заметили, что когда появляется выраженное изменение кровообращения, то имеется отклонение языка. Поэтому они говорят, что канал открывается в язык. И общий цвет языка должен быть светлым, розовым, не застойных оттенков. Это все указывает на хорошее кровообращение и психоэмоциональное состояние. Зеркалом канала является цвет лица. В зависимости от типа человека бывают разные цветовые оттенки. Но главным вариантом, когда наблюдается повреждение этой энергетической системы, является такой момент, при котором цвет лица в нижней, в средней и верхней части лица является разным. Если вы видите, например, красный лоб и круги под глазами и бледную нижнюю половину лица, это говорит об возгорании огня, поднятии ян в верхнюю часть тела и относительному недостатку инь в нижней части тела. Цвет лица при нормальном функционировании канала сердца, он равномерный. Не должно быть выраженных оттенков. Наиболее часто из выраженных оттенков, конечно, мы можем увидеть красный цвет. Это в первую очередь связывается с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Либо наличие каких-то оттенков в определенной области и зоне лица. Но об этом мы с вами уже говорили неоднократно. Вкус, соответствующий каналу, это горький. Эмоции, радость и веселье. И хочу вам напомнить, что все эмоции, которые я говорю, они должны проявляться в умеренном виде. Даже если у человека проявляется своя эмоция для энергетической системы, но она избыточна, либо продолжительна по времени, то такая эмоция вредит органам и вызывает сначала энергетический дисбаланс, а потом появляется изменение на уровне тела. Психическое проявление – это любовь, открытость. Любовь здесь понимается больше не как взаимоотношения полов, а как любовь, не требующая никаких доказательств и не требующая ничего взамен. То есть это такое чувство, когда мы любим всю Вселенную и готовы поддерживать любую ее часть просто ради того, что она существует. Вот такие психоэмоциональные характеристики мы наблюдаем у данной энергетической системы. И начнем рассматривать точки канала сердца. Как всегда, мы разберем основные точки. К ним относятся это точки пяти элементов. Противоболевая точка, по-другому называется точка-щель. Ло-пункт данной энергетической системы. И представительство канала сердца в виде мо- и шу-точек на других меридианах. Сам канал сердца достаточно короткий. И он насчитывает всего 9 биологически активных точек. И большую часть из них мы разберем в настоящий момент времени. Из пяти точек, относящихся к элементам китайских искусств, девятая точка принадлежит категории дерево. Эта точка шу-1, она находится на кончиках пальцев. И является тонизирующей точкой для канала. Следующая точка от кончиков пальцев, восьмая, принадлежит категории огня. И это элемент в элементе. Следующая точка, седьмая, относящаяся к элементу земля. Для канала сердца она является седативной. И так как она третий от кончиков пальцев, то относится к категории юань. И заведует прежденебесной наследственной энергией канала сердца. К категории металла относится четвертая биологически активная точка. К категории к элементу вода относится третья биологическая активная точка на канале. Противоболевой является шестая точка. Точка ло, это пятая точка. И она связана с точкой юань канала тонкой кишки. И на канале тонкой кишки это четвертая биологически активная точка. Диагностические мо и шу точки находятся. Мо точка на передне-срединном меридиане. Это четырнадцатая биологически активная точка. А точка шу, как всегда, находится на канале мочевого пузыря. Это пятнадцатая биологически активная точка. И сейчас мы с вами разберем их все по очереди. И вы посмотрите, где они находятся. И мы начнем с шу и мо точек. Итак, шу и мо точки. Точка шу находится на канале мочевого пузыря. Это точка синь-шу. Она располагается на полтора цуне от заднесрединной линии. И находится в промежутке между пятым и шестым грудным позвонком. Находить на самом деле достаточно просто. Мы всегда при нахождении этой точки ориентируемся на лопатку. Это нижняя треть лопатки. Нижний угол лопатки всегда соответствует восьмому грудному позвонку. То есть вот эти естественные ориентиры нам очень пригождаются. Точка мо, отвечающая за инскую составляющую данной системы. Это четырнадцатая точка канала переднесрединного. Она располагается на два цуня. То есть приблизительно где-то четыре сантиметра ниже основания мочевидного отростка. И обратите внимание, что нам нужно основание мочевидного отростка. Не конец мочевидного отростка, а основание. То есть там где грудина переходит в мочевидный отросток. И вот от этого места и отчитывается шесть цуней. Само расстояние от основания мочевидного отростка до пупка составляет восемь цуней. То есть это одна четвертое расстояние от верхней границы. И сейчас переходим к биологически активным точкам, которые находятся уже непосредственно на самом канале. Первую точку на канале, которую мы с вами рассмотрим, будет третья точка. Это шаохай, небольшое озеро. Она располагается у внутреннего края локтевой складки. Эту точку рефлексотерапевты называют точкой радости жизни. То есть это мощная точка, гармонизирующая психоэмоциональное состояние. И практически все точки, которые мы сегодня будем разбирать, они в той или иной мере имеют вот это успокаивающее действие и стабилизирующее действие на центральную нервную систему. И шаохай переводится как небольшое озеро. То есть воздействие на эту точку равно тому, что мы сидим на берегу озера и созерцаем вот эту водную гладь. Таким образом наша нервная система успокаивается. Следующая точка четвертая. Линдау. Дорога духа. Она располагается по внутренней линии руки на стороне мизинца. Ну и все оставшиеся точки будут находиться на этой линии. Мы условно проводим линию по мизинчику и направляем ее к точке шаохай. У нас получается такая линия. У данного канала это прямая линия. И точки, они сконцентрированы в районе запястья. И все эти биологически активные точки, они находятся очень близко друг к другу. На расстоянии всего в полцуня. То есть используя данные метрической системы, это в районе одного сантиметра. Так что надо быть очень внимательными при нахождении данных биологически активных точек. Линдау находится на полтора цуня выше лучезапястной складки. Трудности начинают возникать тогда, когда у человека несколько лучезапястных складок. Если вы сейчас посмотрите на свое запястье, то можете увидеть, что в основном бывает одна, две, у некоторых даже три лучезапястных складки. Какую из них выбрать в качестве ориентира? Для этого мы согибаем кисть и смотрим, какая из складок самая глубокая. Вот от самой глубокой складки мы производим измерение. И это правило запомните и всегда так применяйте для любых других точек, нахождение которых отчитывается от лучезапястной складки. Это правило, соответственно, применимо для канала легких и для канала перикарда. Следующая точка пятая. Это ло-точка. Называется она тунли. Связь с внутренним. Она располагается на один цунь выше лучезапястной складки. И тунли не только связывает канал сердца с каналом тонкой кишки через его четвертую точку, но и также обеспечивает связь с внутренними процессами нашего организма. То есть они позволяют стабилизировать эти все процессы и восстановить внутреннюю гармонию, особенно связанную с психоэмоциональным состоянием. Если, как многие пациенты говорят, что они не могут найти себе места в жизни, либо в какой-то ситуации, то точка тунли очень хорошо может им помочь. Следующая точка шестая. Инси. Расщелина инь. Это противоболевая точка для данной системы. Все противоболевые точки – это самое узкое место на канале. И в этом месте в первую очередь застаивается и блокируется энергия. А любой блок либо застой энергии проявляется болью и дискомфортом. И вот эта точка инси, шестая на канале сердца, она хорошо помогает при болях вдоль хода канала и боли в области сердца, особенно связанных с психоэмоциональным состоянием. И в первую очередь эта точка восполняет начало инь. Поэтому она и называется расщелина инь. То есть это прямой вход к нашей энергии инь. Следующая точка седьмая. Она непосредственно находится на лучезапястной складке у внутреннего ее края. Это точка шеньмэнь – ворота духа. Для канала она является седативная. И это также одна из ведущих седативных точек для нашего тела. В названии мы видим вот это слово шень. У всех биологически активных точках, где есть слово шень, это все показывает на то, что имеется связь с нашей высшей нервной деятельностью. И наша нервная деятельность подвергается успокоению через воздействие на эту точку. И эта точка очень хорошо использовать ее при различных неврозах, при каких-то острых психических состояниях. Если вам предстоит важная встреча, либо у ваших детей или внуков предстоят экзамены. Сейчас вот все, наверное, уже основную часть ЕГЭ сдали, но что не сдали, можете помассировать и научить детей, если они волнуются перед экзаменами, то легонечко массировать вот эту точку. Точка шень-мэнь является специфической при вот таких стрессовых ситуациях и хорошо помогает человеку для успокоения перед экзаменами. Эта точка успокаивает эмоциональное состояние, но не блокирует высшую нервную деятельность. То есть человек становится более уверенным и спокойным. Вот такая очень хорошая биологически активная точка. Следующая точка – это девятая. Она уже располагается на нашей кисти. Называется Шао Чунь – проникновение в Малый Инь. Мы помним, что сам канал называется Малый Инь, Шао Инь. И точка С9, она и как раз… Ой, и… Извините, маленько я ввел вас в заблуждение. Забегаю вперед. Точка С8 называется Шао Фу – дворец Малого Инь. В любом случае Шао относится к названию самой энергетической оси Шао Инь. Так как эта точка-элемент в элементе, то есть относится к тому же элементу, что и сам меридиан, то есть к элементу огня, это точка прямого действия на эту энергетическую систему. И с этой точкой надо очень аккуратно на нее воздействовать. И в основном это воздействие идет для восстановления психоэмоционального состояния. Работая с точкой Шао Фу, мы снимаем все острые процессы и успокаиваем наши биологически активные точки. Чтобы найти Шао Фу, мы смотрим на свою ладонь. И если мы ладонь чуть-чуть согнем, то увидим, что на кисти образуется такая продольная складочка. И вот на эту складку надо поставить свои пальчики. И между четвертым и пятым пальцы на складке и будет находиться точка Шао Фу. Если ее помассировать, точки на кисти удобно массировать, зажимая с двух сторон. Вы можете почувствовать болезненность, либо неприятные ощущения. Все это говорит о том, что ваша высшая нервная деятельность находится не в оптимальном состоянии и требует воздействия на данный канал. Следующая точка заключительная на меридиане. Девятая точка называется Шао Чун. Проникновение в Малый Инь. Это точка с еще более глубоким воздействием на энергетику данной системы. Шао Фу – это как бы входные ворота, то есть дворец Малого Инь. Вы в него входите. А Шао Чун – вы проникаете в Малый Инь. То есть проникаете очень глубоко. В основном эту точку используют в качестве реанимационных и экстренных мероприятий при болях в сердце, либо при нарушении ритма сердца. Точка находится у края корня ногтя с внутренней стороны, то есть с той стороны, которая обращена к безымянному пальцу. Про точку Шао Чун китайцы говорят, что она открывает отверстие разума. И это используется при депрессии и при потере сознания. Потеря сознания может быть даже банальным обмороком. У нас принято человека бить по щекам. Китайцы активно массируют мизинчик и нажимают на данную биологически активную точку. Плюс активируют точку, находящуюся под носом. Это вот две таких реанимационных точек, и которые в том числе можно применять при обморочном и предобморочном состоянии у пациента. И теперь давайте разберем еще раз связи канала сердца. Напоминаю, что канал сердца связан по принципу инь-ян с каналом тонкой кишки и избыточная энергия из канала сердца через его ло-точку С5 передается в спаренный меридиан через точку ИГ4. Если наблюдается избыток энергетики в канале тонкой кишки, то этот избыток через ло-точку ИГ7 отводится в канал сердца, в его седьмую точку. Но это очень кратковременное действие, так как энергия течет по ходу канала и буквально через две точки снова возвращается в канал тонкой кишки. Прохождение каждой биологически активной точки в дневном круге циркуляции энергии и вообще по временным рамкам составляет не более 20 минут. Если энергии очень много и имеется повышенное эмоциональное состояние, то это может сокращаться и до 10 минут. По принципам Айурведы канал сердца относится к категории Питта и соответственно все психоэмоциональные состояния, характерные для Питты, вы можете наблюдать при дисбалансе канала сердца. По правилам китайской пульсовой диагностики канал сердца является мужем-управителем канала легких. И энергетика в данной системе должна быть чуть больше, чем в канале легких. И в то же время канал сердца может активно отдавать энергетику по правилу муж-жена в канал легких. Для этого мы можем задействовать уже известную вам точку Ло на канале сердца. Это Тунли-Ц5 и соединить ее с точкой Юань канала легких. Напоминаю вам, что это будет точка П9. И таким образом мы можем отправить избыток энергии сердца к каналу легких. И сейчас рассмотрим другие связи канала легких. Начнем. Как может ирадиировать боль по сухожильно-мышечному меридиану сердца? На руке сухожильно-мышечный меридиан, связанный с работой мышц и сухожилий, повторяет ход самого главного меридиана сердца. То есть идет по внутренней поверхности мизинца и кисти. Далее поднимается по внутренней поверхности предплечья до локтя и выше продвигается в область подмышечной ямки. Из этой области идет к центральной линии. Кто хорошо знает анатомию, то практически канал на грудной клетке повторяет проекцию малой грудной мышцы. Можете посмотреть учебники по анатомии и это увидеть. Далее сухожильно-мышечный меридиан идет вдоль передней срединной линии и доходит практически до пупка. Это место связано с работой кишечника, в первую очередь тонкой кишки и отвечает за наше пищеварение и хорошее усвоение пищи. Сам канал сердца имеет ответвление к тонкой кишке, как своему органу, связанную по правилу инь-ян. Есть связь непосредственно со своим органом сердца и от сердца идет восходящая ветвь, которая контактирует с языком и подходит к глазу. И таким образом цвет в том числе и глаз отражает состояние работы данной системы. У китайцев есть выражение и такое правило, что уровень шень они определяют по блеску глаз. То есть, когда наш дух шень, наша психоэмоциональная система находится в хорошем состоянии, наши глаза блестят и они являются лучистыми. И вот эта вот лучистость глаз и является показателем нормальной работы в том числе канала сердца. И китайцы при диагностике в первую очередь смотрят на состояние духа шень в глазах. Если этот дух присутствует, то есть глаза не сухие, яркие, лучистые, это говорит о том, что у человека есть тяга к жизни и он сможет победить любую напасть, которая появилась в его жизни. Если этого состояния нет, то надо поработать с каналом сердца, активировать его психосоматические точки. В зависимости от энергетики мы используем ту или иную точку пяти элементов и таким образом помогаем восстановить дух шень. Также имеются и проекционные зоны сердца и канала. Зоны Захарьина-Геда непосредственно повторяют ход канала на руках. Также боль и неприятные ощущения могут захватывать не только мизинчик, но и безымянный палец. На грудной клетке слева вся область грудной мышцы это рефлекторная зона сердца. Со стороны спины рефлекторной зоной является область левой лопатки. Очень редко бывают проекционные зоны и справа. И поэтому любая боль под лопаткой заставляет исключать врачей в первую очередь сердечно-сосудистую патологию, а только потом браться за патологию позвоночника. на лице, как я вам уже рассказывал, весь цвет лица и равномерность этого цвета отвечает за энергетику данной системы. сердца. есть также специфическая точка и для канала сердца у мужчин и у женщин эта точка совпадает. Эта точка находится у края роста волос по средней линии лица. в этом месте могут быть какое-то локальное покраснение, прыщики, либо наоборот бледные пятнышки. Наиболее часто либо покраснение, либо белые бледные пятнышки. В принципе могут быть пигментные пятна и пятна любого другого цвета. Это все говорит об застое в канале сердца. И эта зона распространяется на 2-3 сантиметра на волосистую часть головы. Для определения хорошего состояния вы поставьте свой пальчик на границу роста волос по средней линии и подвигайте кожу головы. кожи головы наш скальп должен хорошо смещаться. Если смещаемости в этой зоне нет, либо вы чувствуете при смещении какое-то неприятное ощущение, это говорит о застойных явлениях и блокаде движения энергии в канале сердца. И простое смещение кожи в этом месте позволяет восстановить энергетическую структуру канала. Этот же метод можно применять и для любых каналов других по тем точкам, что я рассказывал вам и буду рассказывать в последующих вебинарах посвященным каналам и их проекционным зонам. Вот это основная информация, которую я вам хотел рассказать об канале. И сейчас мы с вами приступим к практической части проработки и прохлопыванию канала сердца. Особенно показано эта методика при нестабильном психоэмоциональном состоянии. Также эта методика позволяет уменьшить действие метеочувствительности и помогает при различных экзаменационных неврозах и в принципе при любой стрессовой ситуации. И всегда когда вы видите усиление стрессовых индексов на нашем АПК Веда Пульс вы всегда можете рекомендовать как своим клиентам так и сами себе использование этой методики. чтобы прохождение каналов было активным и лучше помогало вам в начале как всегда запускаем малый круг циркуляции энергии. Вначале воздействуем на третью точку канала тонкой кишки. Она является точкой ключом заднесрединного меридиана. Прохлопываем от крестца вверх заднесрединный меридиан и доходим прохлопыванием до верхней губы. Далее активируем переднесрединный меридиан. Вначале воздействуем на точку P7 лицоя являющаяся ключом для данной энергетической структуры и прохлопываем снизу вверх переднесрединный меридиан от области лона поднимаемся по средней линии прохлопывающими движениями и заканчиваем на нижней губе. Таким образом мы активировали малый круг циркуляции энергии. Запустили в работу этот круг и далее переходим непосредственно на канал сердца. Направление канала идет от подмышечной ямки по ходу руки с внутренней стороны к мизинчику его внутренней части. Мы начинаем прохлопывать по подмышечной ямке. Хлопайте осторожно. По ходу данного меридиана идут крупные сосуды. Особенно они близко расположены в подмышечной и локтевой ямках и в этом месте наше воздействие должно быть минимально. Напоминаю вам, что прохлопывание осуществляется таким образом, что вы перемещаетесь на середину ширины своей руки. То есть каждый последующий хлопочек захватывает часть предыдущего места и часть нового места. Таким образом проходим по всему каналу. В зависимости от показаний и ваших ощущений при прохлопывании мы можем дополнительно повоздействовать либо на стандартные точки меридиана, либо может возникнуть так называемая аши точка. точка, которая не описана в китайских канонах, но является болезненной либо неприятной, может быть какая-то гиперчувствительность во время прохлопывания. Если вы такую точку обнаружили, то прохлопайте весь канал до мизинца и легонечко сначала посмещайте кожу в этом месте, потом понадавливайте по часовой стрелке в этой области. Желательно до того момента, чтобы это неприятное ощущение либо болезненность хотя бы стало уменьшаться. Оптимально, когда эта болезненность полностью исчезнет. После того, как вы дополнительно проработали точки, прохлопайте канал еще один раз. На завершающей точке, расположенной на кончиках пальцев, хлопать не так удобно, здесь можно просто порастирать эту биологически активную точку. И таким образом вы активируете эту систему, улучшаете свое кровообращение, психоэмоциональное состояние и также пищеварение. И в заключение я вам расскажу, какие биологически активные точки по принципу биоритмологии будут активны весь текущий месяц и в некоторые его дни. Дежурная точка для месяца в данном году является точка С3, Шаохай. Это то небольшое озеро, которое мы всегда можем лицезреть и успокаивать свою нервную систему. вот эта точка активна у нас до 7 июля. И есть два дня, когда дополнительно будут активны 11 июня точка С7, это Шэньмэнь, врата духа, и 23 июня точка С4, Линдау, дорога духа. То есть и С7 и С4 это точки мощно связанные с высшей психической деятельностью. Точка Шэньмэнь это непосредственно наша высшая психическая деятельность. А Линдау, то есть дух Лин, это такой еще более эзотерический дух и он связан с теми моментами в жизни, когда на нас наступает просветление, либо мы общаемся с богами. Вот все эти функции выполняет данная точка. И как раз она активна будет 23 июня, то есть в тот момент времени, когда мы пройдем солнцестояние. И именно в этот момент очень много энергии образуется. И эта энергия может выводить нас из стабильного психоэмоционального состояния. Так что очень вам рекомендую проработать точку С4 23 июня для восстановления своего психоэмоционального состояния, которое может быть нарушено в связи с определенными астрономическими явлениями, происходящими накануне. Ну и соответственно, кто уже приобрел наше новое расширение биоритмы, может всегда находить биологически активные точки, активные в настоящий момент времени, и смотреть их в любые другие дни. Но для этого существуют специальные расчеты, которые уже сейчас реализованы в нашем расширении биоритмы, и вы ими можете пользоваться. На этом я заканчиваю вебинар, можете задать свои вопросы в чате. Я прощаюсь с вами до следующих встреч, и в этом месяце у меня будет еще один вебинар, посвященный кожным проявлениям дисбаланса меридианов. Из самого интересного я в нем расскажу, что значит и с какими системами и состояниями связаны родинки в основном на лице, но и также на различных участках тела человека. Если у вас нет вопросов, я вижу, всем все понравилось, выражают благодарности, буду рад, если вы напишите в отзывах к нашему вебинару. Большое и вам спасибо, что посетили наше мероприятие, и всего доброго, до следующих встреч. встречи. До